краем без выкроек сегодняшняя наша тема перед нами вот такая вот ну так сказать маечка она куплена в париже ну что здесь интересно смотрите здесь цель накроенный рукавчик с этой стороны вот такой сантиметров может быть 12 от плеча а с этой стороны смотрите вот такой вот крылышко уходящая в бокт в бедро и еще три складочки вот здесь видите 1 2 3 складочки раскрыто все и вот такая очень интересная маечка ну и купила же я себе эту маечку в париже привезла ну естественно все теперь хотят такую же маечку я очень много даю вам материала без выкроек давала не один раз халат давала запахом давала маечку давала вообще как основу строить без выкроек на самом деле я являюсь поклонницей точного кроя и это не значит что все сейчас будут должны кроить вот это без выкройки у кого есть базовая основа 10 мерок или какая-то другая пожалуйста берите оттуда спинку которая будет по ширине равна переду то есть боковой шов расположен точно посредине базовой основы сетки и пожалуйста будем строить от спинки построим нанесем модель модельной линии и потом построим переднюю часть еще раз хочу рассказать что здесь интересного здесь конечно асимметрия цель накроен рукавчик вот он цель накроенной ширина рукава внизу у нас с вами 22 сантиметра а а здесь у нас с вами видите вот такой крылышко и три защипа такая драпировочка на боку очень хорошо скрадывает животик нам понадобится знать окружность груди 112 1 4 28 окружность талии 98 1 4 24 5 окружность бедер 116 1 4 29 ширина спины 21 это естественно 1 2 ширины спины и длина спины 42 длина изделия по центру спины 65 вот сейчас с этими всеми мерочками мы начинаем работать так как у нас изделие не симметричная то мы должны строить выкройку в двойне вот сложили вдвойне нашу колечку и положили сгибом к себе и начинаем работать с мерочками четыре сантиметра от основания бумаги ставим это просто как бы вот для плечо нам строить глубина нашего ростка и возьмем 11 сантиметров ширину почему 11 потому что если мы возьмем 78 это будет точно в шею . а нам надо немножко открыться 411 нарисовали наш росток дальше длина спины 42 и пополам 21 вот это где 42 это у нас не италия вот это у нас далее сейчас рисуем линию бедер но сантиметров вот так вот 17 отверха примерно вот так вот я взяла высоту до бедер среднюю талии расстояние среднюю стоят талии от 17 до 21 сантиметра во всей литературе во всех книгах от советского союза везде это написано найдете кто высокий рост конечно берите 18 19 20 но тут среднего роста у нас человек зачем нарисована эта линия что было где откладывать обхват бедер мы будем кроить из трикотажа поэтому свобода облегания равна нулю просто мерки закладываем наши и все бедра 1 4 бедер 29 грудь 1 4 обхвата груди 28 1 4 обхвата талии 24 5 ну так как у нас не сильно она приталенная мы с вами ну чуть-чуть вот так спокойненько обойдем вот смотрите наше изделие без шва на спинке без шва на спинке сейчас покажу к чему это приведет смотрите вот наш бедра размер вот это наш размер талии не 2 а вот это вот первое и вот наш обхват груди значит что получается получается что у нас получается вот такая вот очень 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 вот такая вот дурацкая линия видите что получается но безобразие а я бы по центру спины на сантиметра полтора бы забрала бы вот так линию построила бы и здесь бы спокойно обошла бы эту точку конечно наша кофточка с чего мы берем пример она достаточно мешковато тут спине вот она смотрится и так мешковато и на фигуре но для того чтобы нам все-таки приталить а мы не можем приталивать в эту точку получается очень уж такая вогнутая линия естественно то мы немножко вот так поспак посвободнее обходим это уже вот наш боковой шов и центр спины и в центре спины мы забираем вот тут сантиметра полтора вот видите как по фигурке будет сидеть наша кофточка сзади хотя у нас изделия без шва на спине мы делаем со швом зачем индивидуально шить и еще ходить с мешком на спине мы так ходим в готовых вещах достаточно много для того чтобы ходить вот с таким вот мешковатой спиной это нормально но мы так делать не будем и вытачки вот такие здесь не сделаешь потому что это трикотаж они тут не нужны другого ничего не остается как делать шов по центру спины смотрите если смотреть со спины правая сторона у нас рукав левая вот такое крыло причем от начала плеча абсолютно ровная линия а эта сторона имеет такой скос небольшой плечевой вот если взять выкройку лицевой стороной к себе то вот с этой стороны у нас у крыло а с этой стороны рукав я здесь и пишу здесь крыло а здесь рукав обратите внимание что я начала делать нашу выкройку на кальке сейчас объясню зачем я сейчас все переведу на вторую сторону и вот наша выкройка нам осталось только построить наше плечо и наше наше крыло и наш рукав начнем с рукава от этой точки верхней горловины делаем такой небольшой скос будьте внимательны ширина спины 21 я забыла от центра спины в области проймы откладываем 21 и проводим нашу линию как бы линия ширины спины вот эта мерка равна ширине спины пишу ширина спины и на той стороне это линия у меня должна быть также отрисована вот рукав обращаем внимание на наш рукав я на глаз рисовала скос плеча от линии шириной спины сантиметров 16 у нас длина рукава ну возьмем 17 вот так вот ширина рукава у нас 22 наш рукавчик вот наш рукавчик вот вот эти линии уже нам не нужны все они уже рабочие линии вот боковой шов линия талии вот боковой шов и вот наш рукавчик смотрите наша маечка от центра спины вот наш рукавчик еще нарисую вторую то что забирали по центру спины и всегда пишите на симметричных пища где лицо где изнанка лицо лицо смотрите теперь нам нужно нарисовать наше крыло на самом деле вот эти расстояния от начала от конца ростка начал основания плечевого шва до конца у нас равно 27 с половиной сантиметров здесь такая же точно у нас длина 27 с половиной но уже теперь она у нас идет ровно никакого скоса плеча с этой стороны нету думаю что очень у многих такая кофточка получится теперь смотрите на середине между талии бедра у нас здесь что получилось 17 сантиметров начну вот так где-то примерно середина ничего долго не думая вот эту точку красиво соединяем наша выкройка готова вот мы построили крыло от основания горловины ровная линия она равна вот здесь линия плеча но только это со скосом а это вот такая ровно чтобы она спадала и давала вот эту фалду на плече и вот мы вот так вот ее соединили с серединой между талией бедра сейчас я вырежу выкройку седьмой шейный позвонок длина спины ширина спины обхват 1 4 часть груди 1 четвертая часть стали 1 4 часть бедер все нарисовали сеточку нанесли с одной стороны рукав с одной стороны крыло чем отличается передняя часть от спинки она отличается только балансом впереди сантиметра полтора у нас баланс высота отличается ну и здесь также вот высота отличается и так же она у нас ровно 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 вдоль всей линии пойдет и и когда мы сейчас вырежем переднюю часть точно по этой выкройке определимся где лицо мы сделаем вырез горловины сейчас я вырежу вы все увидите абсолютно две одинаковые детали отличаются только тем что полочка немножко выше вот здесь на баланс я прибавила больше ничем и еще здесь на этой части вырежу поглубже горловинку нам понадобится на обоих деталях боковой вот этот шов я его ввожу ну и так отмечаю немножко линию талии учитывая что у нас с вами по центру спины шов мы сейчас разрежем его вот у нас две детали лицо лицо все подписано делаем шов по спине по центру спины это готовые выкройки мы их убираем осталось написать на этой части где же у нас лицо если нам положить лицом к лицу то у нас вот это вот лицо проверьте или изнанка с изнанкой чтобы выкройки складывались или лицо с лицом я написала где тут лицо эти у нас уже все подписаны спинка спинка две детали смотрите ну сантиметров 10-12 вот так вот примерно глубина ну чтоб не было вот так самую шею летов еще чуть-чуть и вот наша выкройка могла бы быть готовой если бы не вот тут три складки вот она абсолютно у нас готова вот рукав вот крыло вот боковой шов вот линия талии все объемы все совпадает горловина вырезана осталось сделать три складочки для этого разрезаем наше крыло по боковому шву вот так вот немножко выше линии талии вот смотрите сантиметров 8 у меня здесь выше 7 неважно первая складка у нас находится ну примерно на линии талии мы ее немножко чуть-чуть вот так вот вверх режем и открываем на 5-6 сантиметров вот почти до конца не дорезали так чтобы она здесь была возможность открыть на 5-6 сантиметров открываем нашу первую складку чтобы нам ее потом заложить вот эта точка соединиться в процессе шить я вот с этой точкой и получится такая складочка все складочки заложены вверх да вот так 6 сантиметров смотрите вы склеили скотчем ну для того чтобы она с той стороны у нас не приклеивалась везде к нашим выкройкам и тканям мы переворачиваем и с той стороны тоже проклеиваем вот она уже приклеилась наша складочка сейчас мы переворачиваем и приклеиваем к самому скотчу еще скотч чтобы выкройка была такая рабочая вот так вот смотрите раз все ничего не будет приклеиваться от нашего разреза вверх делаем следующий разрез ну не старайтесь тут строго параллельно или там вот немножко выше туда вот чуть-чуть вот так вот раз уходите прямо до конца и открываете снова на 6 сантиметров естественно этот бок следующий не прорезаете вот вниз от первой центральной складки 4 сантиметра прорезаем третью складку мы уже сейчас открываем а потом будем закрывать и получатся складочки у нас прекрасные обратите внимание что вот это которое крыло отрезано чуть выше складочек дальше она у нас цельная правая левая часть спинки видите как они у нас не асимметрия заложена все по порядку мы с вами прошли изнанку с изнанкой складываем полочку она точно совпадает но открылась вот так вот вниз видите да вот эта часть ушла вниз после закладывания вот этих вот складочек которые мы разрезали раскрыли боковой шов снова совпадет если вы все сделали правильно у вас потом не будет разногласий в швах что они не совпали у вас все хотят кофточку из парижа какой-то фасончик поэтому мы делимся то что имеем рады были вам показать всего хорошего с вами были мы паук штырина михайловна ястребов алексей спасибо